Это лёд, да, это лёд. Нам нужно его растопить. Это фактически дюкер под одну из развенцев на Ененградском шоссе. Я сидя, независимая, живущая, важная. Всем привет! С вами канал Андерволд и его ведущий Степа-Вулф. В этот тёплый, солнечный... Ой, что это я говорю? В этот солнечный зимний день, как положено в солнечный день, мы отправляемся в речку. Сегодня это будет достаточно небоянная река. Называется она Ходынка и является притоком реки Таракановки. Прежде чем мы начнём наш рассказ, хочу порекомендовать канал наших коллег. Они ездят, снимают и выкладывают сталки из интересных заброшенных мест. Заходите, смотрите и подписывайтесь! Ходынка Ходынка – река, протекающая в северном округе Москвы. Левый приток Таракановки. Очень часто её называют главной по отношению к Таракановке. Возможно, подобная дифференциация возникла в те времена, когда обе эти реки текли в открытом русле. На сегодняшний день по размерам коллектора и расходу воды можно утверждать, что Таракановка по этим показателям превосходит Ходынку. И, соответственно, Ходынку стоит считать притоком Таракановки. Ходынка имеет два открытых участка протяжённостью 400 и 100 метров, но большей частью заключена в коллекторе. Длина коллектора ниже верховей, где он имеет круглое сечение диаметром 1,70 м до первого открытого участка, составляет около 1,5 км. Коллектор в привустивой части представляет из себя две параллельных трубы диаметром 1,5 метра и протяжённостью немногим более 500 метров. Коллектор реки пересекает Ленинградский проспект, образуя своеобразный дюкер. При реконструкции Ленинградского проспекта он был перестроен. В него выведена ливневая канализация примыкающей части Ленинградского проспекта. Приветствую, товарищи! Так и мы и залезли в ходынку, но у нас случился небольшой казус. Гробом говоря, мой коллега поставил разогреваться вот эту вот красоту. Это лёд, да, это лёд. Нам нужно его растопить. Короче, дно прожглось. Где кастрюля? В кастрюле я уже убрал. Кастрюля стала тоже пластиковая, в итоге мог бы чтобы потравиться. У нас есть надежда только на банки тушёнки, в которой будем кипятить воду и в которой будем кипятить лёд. Кипятить лёд, да. И нужно порезать бутылку так, чтобы лёд оттуда достать. Давай, разбиваем. Мы пытаемся раскрошить лёд, чтобы его достать из горлычка. Мы пытаемся просто пожрать. Давай, что получилось. Вот что значит голодный диггер. Голодный диггер страшён. В итоге получилось у нас извлечь лёд из бутылки. Стой. И теперь вот таким образом мы это решили всё скипятить. За грязными руками лёд. Воды не хватило, сейчас будем отливать бульон. Голодный диггер, злой диггер. Сытый диггер, хороший диггер. Нет, спокойно. Верховье ходынки. Здесь коллектор имеет двухметровый диаметр. И практически наполовину заименный. Из-за чего передвижение здесь становится достаточно сложным. Приходится идти согнувшись. И периодически проваливаясь вот в этот вот ил. Очень сильная влажность в коллекторе. И хорошо видим луч фонаря. Сквозь эту перенуху водные взвеси. А тут уже достаточно вяз ил. И поэтому каждый шаг даётся с трудом. Из-за того, что в этом ил. Увязаешь выше щеколочки. А мы подошли к подключке, которая не совсем обычно выполнена. в виде небольшого перепада. Какой диаметр? Метр семьдесят точно есть. Итак, первая к старту готова. Пошла. Ну, я же соскальзываю. Ты смотрела этот мультик? Смотрела. Я сильная, независимая, жизнечная, должна сделать. Ты сейчас еще и этот штатив доломаешь. Он не рассчитан на такой вес. Он рассчитан на вес фотоаппарата. Я вес фотоаппарата. Я, понимаешь? И даже штатив я их сама забрала. Второй пошел. Сейчас твои штучки чувствую. Мы подошли к достаточно интересному участку. Он проходит под Ленинградским шоссе. Это фактически дюкер под одной из развязок Ленинградского шоссе. Дальше мы увидим, он будет уходить резко вниз. Корректно. Вообще, в Кадынке достаточно много пересечений с другими коммуникациями. Но вот то, что мы видим здесь, в этой камере, это превосходит все ожидания. Здесь можно видеть старую канализационную кругу и ориентировочно кругу водопровода. И здесь вот хорошо виден уклон. Сам коллектор уходит вниз под автомобильной развязкой. Сейчас мы находимся уже внутри этого дюкера. К нему выходит подключка, в которой сейчас сидит моя напарница. Очевидно, подключка это ливневая канализация с дорожной развязки. И здесь вот такого вот ярко-бурого цвета можно видеть застоявшуюся воду. В Кадынке встречаются и такие вот двухуровневые коллекторы. И сейчас я займусь немного оскололазанием, чтобы изучить, что он находится вот там наверху. так отправление для разведки вперед. что там? коллектор там поворачивает под прямым углом направо на 90 градусов. А потом? Потом там проложены новые коммуникации перед цикальной трубой и они обстеплены песком вокруг. Поэтому пройти даже нельзя. Но сам коллектор заканчивает еще метод через 20. Там небольшая труба диагноза где-то порядка 40-60 сантиметров. И за ней завал. поле и преодоления участка под автомобильной развязкой коллектор вновь переходит из двух веток. Становится одна ветка большего диаметра. Здесь где-то 2,220 диаметра. И этот коллектор уже идет щитовой проходки. Ну а судя по налипшему на лестницу мусору хорошо видно что уровень воды здесь поднимается практически по потолок коллектора. И вот мы дошли практически до самого конца коллектора. Впереди уже портал. Но увы глубина перед порталом местами около полутора метров. Вот то чуть заметное светлое пятно впереди это как раз есть портал выход на улицу. Ну а мы сейчас будем потихонечку возвращаться обратно. Комментируй что-нибудь. но это уже забавно выглядит. Не чего ловить. ловить. Субтитры подогнал «Симон»